День поселения – праздник особый, потому что именно поселение ассоциируется у большинства из нас с емким понятием «малая родина». В Жаворонках к организации этого мероприятия подошли очень ответственно. Торжества стартовали в 15 часов. Их масштаб постепенно нарастал, достигнув к вечеру своей кульминации. Днем на площади рядом с центральным стадионом поселения раскинулись шатры города мастеров, которые охраняли вежливые люди. Юных гостей праздника здесь учили сразу 12 увлекательным ремеслам. Свои патриотические аттракционы ребятам предложили бойцы знаменитой региональной общественной организации «Вятичи» и клуба «Генерал». На сцене шли выступления юных артистов и солистов театрального центра «Крылья». Проснись и бой, проснись и бой, попробуй жизнь и хоть нас, и выпускаю улыбку из открытых глаз. Пускай капринься в успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. В ходе торжественной части жителей поселения поздравил депутат районного совета Вячеслав Киреев. Хотелось бы пожелать всем жителям поселения удачи, счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались, чтобы во всех поселениях осуществлялись какие-то планы, были позитивные, сдвиги. Мы прикладываем все усилия, которые мы можем, а сегодня, как положено на праздники, мы тоже хотели бы подарить подарки. И молодым семьям, их детям я хотел бы пожелать, чтобы наше поселение всегда было родным домом, самым уютным, любимым, чтобы мы жили здесь с удовольствием, чтобы мы гордились тем, что мы создаем, что у нас получается. От лица партии «Единая Россия» Вячеслав Киреев передал подарки почти 100 новорожденным жителям поселения, точнее их мамам, а также юбилярам семейной жизни. А вот многодетные семьи из Жаворонков от имени сторонников «Единой России» поздравила один из их лидеров Ирина Гайворонская. Вручение подарков многодетным стало продолжением районной акции «Дорогой добрых дел». Причем инициатива эта зародилась именно в Жаворонковском поселении. Эту акцию мы начинали при поддержке главы нашего сельского поселения Светланы Николаевны Дэвис. И вот уже за два года у нас прошло больше 50 добрых дел. К нам присоединяются прекрасные, добрые, замечательные люди. Нас поддержали вот сторонники партии «Единая Россия». Это не члены партии, это просто хорошие люди. Завершились торжественные мероприятия обширной концертной программой. Участие в ней приняли Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр и известные исполнители. Одна из них – знаменитая российская певица Юлия Самойлова. Та самая, которой власть Украины трусливо помешали выступить на конкурсе «Евровидение-2017». Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.